Всем привет! Меня зовут Фархудинов Айдар. Я специалист компании CoderLine. Основное мое направление это интеграция с внешними сервисами посредством REST API. Тема нашего сегодняшнего вебинара это работа с форматом JSON, области его использования и преобразования в 1С. Что такое JSON? JSON это формат для хранения обмена информацией, похожий на XML по своей сути. Он используется для обменов, интеграций, реализации собственных HTTP сервисов и так далее. JSON собой представляет по большей части строку, которую мы преобразуем каким-то образом, считываем и потом преобразуем в структуру, в массив и так далее. Основные типы данных, с которыми может взаимодействовать JSON это строка, число, булево, неопределено. Также он работает с массивами и структурами, соответствиями и датами, но с датами есть определенные нюансы. Также в JSON можно записать значение node. Формат, в котором хранится информация JSON, это пары ключ-значение. Очень похоже на структуру по своей сути. Ключ обозначается строкой. В значении может быть либо строка, либо число, либо массив, тоже с коллекциями ключ-значение, либо объект, то есть, грубо говоря, структура в структуре, если переводить на язык 1С. Для работы с JSON в 1С можно использовать объект запись JSON. Для этого можно использовать простенькую процедурку, которая будет получать на вход структуру или массив. Далее будет создавать объект запись JSON, считывать структуру и преобразовывать строку. При этом сериализация может быть не всегда выполнена, например, с ссылочными типами. Просто так мы записать в строку ссылочный тип не можем. Для обработки таких исключительных ситуаций можно вызвать функцию преобразования. Она выглядит следующим образом. В нее подается значение, которое нужно преобразовать, и какие-то дополнительные параметры. Далее мы, например, сравниваем с типом подразделения организаций, и если тип совпадает, то выполняется какое-то дополнительное действие, допустим, получение наименования. Результат выполнения данной процедуры будет выглядеть следующим образом. Здесь ключ, допустим, фамилия, значение Иванов. Подразделение у нас преобразуется тоже в строку, и телефоны – это массив значений. Для сериализации типа дата в общем случае можно использовать… по умолчанию можно ничего не использовать на самом деле. Но бывают случаи, когда, например, дата записана в каком-то формате, который сериализатор не может прочитать или записать. Для таких целей можно также либо указать функцию преобразования, либо добавить формат, в котором будет считываться дата. доступные форматы можно посмотреть в синтаксис-помощнике. Их там, по-моему, три штуки. Это ISO, это Windows, по-моему, и еще что-то. А, JavaScript и Microsoft. В общем виде, по умолчанию, дата из 1С будет преобразовываться в формат ISO. То есть год, месяц, число, дальше буковка «Т», которая обозначает, что дальше идет время, и дальше время. Для работы с JSON-ом лично я использую универсальные функции, которые используются мной почти всегда, там, за исключением каких-то редких случаев, когда нужно обработать какие-то дополнительные параметры, данные и так далее. В общем виде они выглядят следующим образом. Для чтения JSON мы создаем новый объект «Чтение JSON», дальше прописываем «Установить строку», и вот сюда, в параметры значения, мы передаем структуру или массив и так далее. Далее мы пользуемся методом глобального контекста «Прочитать JSON», в который подставляется наш объект «Чтение JSON». И также вторым параметром мы указываем, в какую коллекцию мы читаем JSON. «Прошу прощения», здесь мы передаем не массив или структуру, здесь мы передаем как раз строку JSON. Далее я использую дополнительный ключ «Сексес», который мне показывает, успешно выполнено преобразование или нет. и дальше обязательно нужно закрыть объект «Чтение JSON», ну и вернуть результат. Чтобы записать данные в JSON, мы подаем на вход массив или структуру, дальше мы также создаем объект «Запись JSON» и используем метод этого объекта «Установить строку», в которой мы передаем параметры записи. В параметрах записи у нас используется перенос строк, разделители и подобные функции работы со строками. Их также можно посмотреть в синтаксе с помощники. По большей части можно использовать все по умолчанию. Далее мы используем метод «Записать JSON». И результатом, чтобы получить саму строку, нам нужно выполнить метод объекта «Запись JSON» закрыть. Данный метод возвращает как раз строку JSON. Так, далее, ну вот пример использования при интеграции, например, с Wildberries. Данный код использовался при интеграции в Wildberries. Мы в переменную параметр, парамс, передаем некоторую структуру данных. Далее преобразуем эту структуру в JSON. Вставляем в так же структуру параметры запроса и используем функцию «Выполнить HTTP запроса». Далее мы проверяем результат выполнения на «Неопределено». Если результат какой-то имеется, то мы получаем данные «Тело запроса», сразу преобразуя их в удобный для 1С формат. На практике, например, попробуем преобразовать таблицу значений в строку. Ну, также я добавил еще в шапке контрагента, чтобы было нагляднее. Здесь у нас ничего необычного нету. Здесь, ну, обычная таблица значений, в которой есть несколько реквизитов. Также есть реквизит «Результат», чтобы было, ну, чтобы что-то выводилось на экран. И реквизит «Контрагент» типа «Справочник. Ссылка». Команда «Преобразовать JSON» выполняет следующие операции. В первую очередь она выгружает таблицу значений. Далее мы создаем структуру и массив. В структуре будет храниться коллекция ключ-значения верхнего уровня. Далее мы создадим массив для списка номенклатуры. И далее для каждой колонки списка номенклатуры мы создадим также еще одну структуру. И при обходе в цикле данной таблицы значений мы будем заполнять нашу структуру и добавлять ее в массив. Далее полученный массив мы вставим в структуру верхнего уровня. Также мы туда добавим контрагента и воспользуемся функцией «Записать данные JSON», которая вернет нам строку в формате JSON. Выглядит на практике это следующим образом. Допустим, сюда мы сунем какую-то номенклатуру, укажем цену и попробуем выполнить. Строка «Сформированная программно» обычно выглядит следующим образом. То есть никаких отступов, немножко ненаглядно. Для того, чтобы лучше понять, что здесь написано, к примеру, можно воспользоваться каким-то гугловским сервисом, который там, во-первых, проверяет валидацию JSON, что очень важно, потому что если JSON не валидируется, то есть если он неправильно сформирован, то он не будет никак обрабатываться, будет вызываться какая-то ошибка. Я пользуюсь Postman для того, чтобы вот сюда мы нажимаем и у нас все красивенько указывается. Здесь ключ – это партнер, значение – это какая-то строка. Далее ключ – продукты и в значении у нас находится массив, в котором находится еще одна структура. Вопросы есть какие-то? Сериализация – это процесс, ну, если применительно к JSON, это процесс преобразования как раз коллекции значений, таких как массив, структура, в строку JSON. Также есть понятие десериализация, это наоборот из JSON в коллекцию. Ну, грубо говоря, это, чтобы не говорить там преобразование, JSON в коллекцию значений, можно просто сказать, сериализация. Пример обратного преобразования. Давайте мы сделаем прямо сейчас еще раз второй, третий слайд. Вопросы попросил писать во вкладке «Вопросы». Так, давайте по очереди, пожару, третий, второй слайды. Третий слайд – это типы данных, с которыми работает JSON. Четвертый слайд – функция преобразования, восстановления. Обратного преобразования. Давайте я сейчас на все вопросы отвечу, и мы вместе реализуем обратное преобразование. «Постман». В основном «Постман» используется для отправки запросов при разработке каких-то тестовых. Например, нужно получить там список полей какого-то сервиса. Например, с Bittrex я работал. Вкладки с запросами я не буду открывать, потому что там в адресной строке «Токен» указывается. Но в общем смысле он используется для отправки запросов. Тут можно там настроить «Get», «Пост», «Пут». Здесь мы пишем адрес. Здесь мы можем указать какие-то заголовки, авторизация и тело запроса, если нужно. Вот здесь вот снизу будет ответ какой-то. Ну, иногда я его использую, чтобы там понять, что мне вернул тот или иной сервис. Потому что, допустим, в отладчике, если мы вот здесь вот остановимся и попробуем выполнить вот этот текст, то он будет не очень читабельным, например. Это еще можно понять, но когда тут очень много строк, очень много сущностей, воспринимать это немного проблематично. Для этого я использую «Постман» иногда. Ну, по большей части область использования данного формата это HTTP-запросы либо там к 1С, либо из 1С. Честно говоря, больше я в других областях я с JSON-ом не работал. Возможно, где-то он еще может использоваться, но в основном для разработки HTTP-сервисов и HTTP-запросов. Для крупных каких-то проектов просто так использовать, найти по наименованию, наверное, нет смысла. Обычно используются какие-то ID-шники, которые хранятся либо в самом справочнике, либо в регистре сведений. И обычно мы ищем по нему. Там можно сделать запрос, который будет получать на входе массив ID-шников, по ним там соединением таблиц связывать со справочником номенклатура и возвращать список номенклатуры. В крупных проектах ну и в принципе при интеграциях обычно используются так. В данном случае, так как это демонстрационный пример, будем просто использовать найти по наименованию. Так, дальше я хотел еще показать, как воспринимать документацию по API на примере документации Wildberries, например. Ну, либо там Bittrex. Самые частые задачи обычно либо по Bittrex, либо там по Wildberries, Ozone, Яндекс.Маркету и так далее. Обычно документация содержит адрес запроса. Здесь, например, вот это вот имя сервера и дальше относительный адрес. там метод, какие-то параметры, которые там через знак вопроса указываются. Если запрос пост, ну, типа пост, то в теле запроса может содержаться какая-то строка JSON. Ну, в данном случае здесь указывается там ID. Дальше параметры, это объект. когда используется используется структура в структуре, в JSON это называется объект, то есть какое-то поле с определенным количеством дополнительных полей. Используется объект параметры, в котором находятся, давайте мы это скопируем в Postman для лучшего восприятия, в котором содержится объект карт, который в свою очередь содержит, например, параметр country production, в которой передается строка, дальше там объект, в которой передается также строка. Ну, также есть еще дополнительные параметры, в которых передается массив, в котором есть числовые и строковые значения. Ну, и, соответственно, для, допустим, отправки такого запроса нам нужно сначала сформировать структуру, которая будет содержать в себе структуру карт, которая в свою очередь также будет содержать структуры, там, ключ, значение, ключ, значение, ключ, массив, тоже ключ, значение. Вот, и далее мы просто преобразовываем данные функции. в большинстве случаев она отрабатывает, там, прям, чтобы исключительно использовать, там, вот, как я ранее говорил, функцию преобразования, допустим, я ей на самом деле ни разу не пользовался, то есть она может использоваться, но в большинстве случаев я изначально передаю структуру такие данные, которые данная функция может преобразовать по умолчанию и никаких ошибок не возникнет. То есть данные я подготавливаю обычно заранее. Ну и, соответственно, при получении данных мы точно также получаем данную строку и используя функцию прочитать преобразуем также в либо структуру либо если вот здесь вот параметр истина, то в соответствии по битриксу тоже самое указывают например сделки указываем fields и далее какой-то массив полей то есть вот здесь будет например fields и далее внутри будут какие-то поля там country production object и так далее то есть это нужно уже конкретную документацию читать изучать какие-то параметры передаются и так далее например здесь указаны все поля ну бывают еще проблемы что вот например вот с яндекс картами здесь примерный код например для javascript то есть тут еще нужно немножко понимать наверное структуру javascript вот например что здесь выполняется тут есть конечно комментарии но нужно немножко понимать что здесь происходит вот и в принципе тогда вообще никаких проблем с написанием кода на 1s не возникнет если понимания нету то в принципе например можно поискать на инфостарте какую-нибудь примерную обработку я уверен там на самом деле есть такие которые реализуют прям полностью яндекс карты можно поискать там либо код выложенный прямо вот чтобы разобраться либо можно там за стартмайне купить обработку так для java то пост запрос то гет запрос для java смотрите в java точно так же используется либо пост запрос либо get запрос просто в java есть уже реализованные либо библиотеки какие-то и в принципе java script он разработан для подобных вещей на нем сайты пишутся поэтому в принципе он для этого и разработан потому что json это в принципе расшифровывается как java script object notation поэтому везде пишут для java script а get и post запросы это просто типы запросов там get это получить какие-то данные ну идеологически то есть понятное дело что get запросы мы можем что-то создавать вот например передав параметры через строку ну вот например user такой-то или там как он правильно читается measure и тоже какая-то строка мы можем конечно вот так вот передать параметры но для какого-то большого количества этих параметров например вот как вот в данном случае не будем же мы все это передавать строке лучше передать в теле запросов и соответственно для того чтобы передать тело запросу мы используем пост запрос так ну ладно раз вопросов нету то наверное я буду с вами прощаться надеюсь он был вам полезен всем спасибо 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 спасибо